После тяжелого ранения, полученного в Афганистане, командир разведвзвода Владимир Вшивцев лишился зрения. Это не помешало ему победить на чемпионате СССР, а затем и мира по плаванию среди слепых. В 1995 году он стал первым в истории незрячим человеком, совершившим затяжной прыжок с парашютом. С помощью сопровождавших Владимир Вшивцев с интересом познакомился с обновленной экспозицией Одинцовского музея, оценил ее военно-историческую и краеведческую составляющие, а затем перешел к официальной части своего визита, цель которого – вручение нашему земляку, герою России Александру Головашкину, медали за заслуги в патриотическом воспитании молодежи. Только благодаря усилиям людей, которые прошли войну, и их оптимизму, бескорыстности, преданности своему делу, своей родине, эти люди, занимаясь молодежью на сегодняшний день, создали, сохранили прежде всего, и создали очень большой задел на будущее, если говорить непосредственно о том, что будет за нами следовать, какое поколение. И поэтому решением Президиума Российского Союза ветеранов Афганистана, Александр Николаевич, мне бы хотелось вручить вам эту медаль. Я думаю, что и в дальнейшем, и ваша работа, ваш личный подвиг, и пример даст возможность воспитывать наших ребят на должном уровне, любви к своей родине, преданности. Поэтому от всей души выполняю это поручение. Примечательно, что вручение награды состоялось и в афганском зале музея. Здесь же прошел обмен мнениями по вопросам социальной защиты ветеранов, инвалидов боевых действий и семей, потерявших своих детей при исполнении служебного долга. Затронули и тему военно-патриотического воспитания молодежи. Он человек дела. Он депутат от фракции «Единая Россия», очень активный и занимается много молодежью, основная его деятельность. Когда мы рассказали о том, что в нашем музее можно провести не только экскурсии, а вести занятия по обучению детей, что пускай не каждый, но большинство из класса, вышедшие из музея, у них в голове откладывается, что такое родной край. Потому что слово «люби, родной край» можно говорить с утра до вечера. Мы должны увидеть, как стала история родного края, что он представляет в людях, кто живет в нашем городе, кто жил в нашем городе и строил его. Когда мы об этом говорили, он говорит, что я обязательно приеду. Координационные встречи депутата с активом ветеранских организаций района было решено проводить на постоянной основе. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».